Добрый вечер на новой Одессе время новостей. В ближайшие полчаса мы подведем информационный итог дня в студии Ирина Коробко. Как получилось, что больной туберкулезом ребенок какое-то время посещал школу? Почему для установки светофора в Одессе нужно привлекать депутата Верховной Рады? Когда коммунальщики наконец приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей и специально для поклонников легендарной группы «Битлз»? Сегодня оперативно, доступно, объективно в нашем выпуске. Туберкулез в школе в течение полугода. Ребенок с таким диагнозом подвергал опасности сверстников. На сегодняшний день диагноз закрытая форма туберкулеза, который не является инфекционным, по мнению медиков. В Одессе снова вырубают деревья. Кто стоит за этим и к чему это приведет? Получить прибыль и все. Значит, тут поставятся скамейки, тут поставятся бары, тут поставятся забегаловки. Жизнь после тюрьмы. Как складываются судьбы тех, кто волею случая побывал за колючей проволокой? Если человек силен духом, то он одержит победу над своей плотью, над своим телом, которому будет хотеться всегда. Об этом и многом другом смотрите сегодня в нашем выпуске. И теперь подробнее. Очередное покращение от правящей партии. Правда, касающейся только определенной категории населения. Спикер парламента Владимир Рыбак издал распоряжение о повышении на 80% зарплаты для всех глав парламентских фракций. Об этом в своем блоге сообщил депутат от фракции Батьковщина Анатолий Гриценко. Ранее депутаты получали от 12 до 16 тысяч гривен в зависимости от выслуги и наличия ученой степени. Кроме того, накануне также стало известно, что нардепы вернули себе льготы, которые заморозили в 2012 году, широко рекламируя этот шаг перед выборами. Данные льготы касаются бывших депутатов Рады. Первые два года после работы в парламенте они могут получать ежемесячную компенсацию в размере 14 тысяч гривен. Дальше, вплоть до пенсии, безработным экс-депутатам полагается 7 тысяч гривен при условии трудового стажа для мужчин более 25 лет и 20 лет для женщин. Также теперь бывшие народные избранники вновь смогут пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных клиниках и даже рассчитывать на бесплатное погребение. В Украине сегодня насчитывается около 800 парламентариев-пенсионеров. На льготы и пособия им в год тратится около 250 миллионов гривен. И к событиям местным прокуратуры Одесской области с привлечением контролирующих органов организована проверка по факту госпитализации ученицы 4 класса с туберкулезом, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для проверки стала появившаяся в СМИ информация о госпитализации с открытой формой туберкулеза школьницы из села Фонтанка. Впрочем, как рассказала вчера замначальника областного управления здравоохранения Анна Лунева, ребенок госпитализирован не с открытой, а с закрытой формой туберкулеза и до этого регулярно проходил обследование в больнице с связи с тем, что отец девочки несколько лет назад лечился от этой болезни. Максим Шпат разбирался в ситуации. Туберкулез – широко распространенное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Болезнь – это излечимо, но, как правило, лечение сложное и долгое. На сегодняшний день этот диагноз установлен более 700 тысячам украинцев. Только в Одессе за год заболевают около 2000 взрослых и примерно 60 детей. В число последних попала ученица 4-го класса Фонтанской общеобразовательной школы. 28 октября ее госпитализировали в областную больницу с межреберной неврологией. Она пролежала там месяц. После этого, 28 ноября, ее госпитализировали в туб-диспансере, так как подозрение было на туберкулез. После этого, когда ее госпитализировали, пришла ко мне мама и сказала, что так и так Даша лежит в туб-диспансере с закрытой формой туберкулеза. Мы, медсестра школы, провела в школе обработку, в классе хлорочкой обработали все помещения в классе, где находилась девочка, так как это закрытая форма туберкулеза, нам сказали, опасаться нечего. По словам врача-фтезиатра Анны Масленниковой, туберкулез – весьма серьезное заболевание. И, увы, не только бездомные и социально незащищенные слои населения подвержены ему. Самая большая группа риска – это у нас дети и подростки. То есть, детям не обязательно контактировать с открытой формой туберкулеза. Им достаточно контактировать с больным туберкулезом, для того, чтобы был риск развития туберкулеза у этого ребенка. Одесситы встревожены происходящей в фатанке Коминтерновского района. Ведь поселок буквально граничит с городской окраиной. Тем не менее, начальник отдела образования Коминтерновской районной администрации уверяет – оснований для волнений нет. Ведь у ребенка закрыта форма туберкулеза. И с 28 октября девочка и вовсе не посещала учебное заведение. На сегодняшний день диагноз – закрытая форма туберкулеза, который не является инфекционным, по мнению медиков. И я считаю, что родителям этой школы волноваться незачем, понимать панику, потому что все под контролем. Мы проводим разъяснительную работу с родительским комитетом. В том числе сегодня будет расширено родительское собрание, будет на нем присутствовать. И объясню, что все на самом деле будет хорошо, все под контролем. Мы желаем здоровья только этой девочке. По словам медиков, будут обследованы одноклассники и все работники учебного заведения. Но член родительского комитета Ирина Лошкевич считает, что сделать анализы необходимо всем учащимся в фонтанской школе, в которой учится девочка. Я вот разговаривала с начальником отдела образования Инной Борисовной. Я ей предложила сделать все-таки для безопасности и успокоения всех родителей, сделать флюорографию всем ученикам школы. Чтобы этот закрылся вопрос, чтобы родители перестали бояться, опасаться, сомневаться. Несмотря на все старания ученых и медиков, даже в 21 веке туберкулез победить не удается. Единственный эффективный метод – профилактика. Первое – это если ты приехал откуда-то, надо помыть руки с мылом. Это первое. Второе – питание хорошее. Не надо контактировать слишком близко с обществом, надо принимать какие-то методы для того, чтобы перурально не заболеть, может маску одевать или что-то в этом роде. Чистота, гигиена, разборчивость в выборе партнеров и деловых, и сексуальных. Без ответа остается несколько вопросов. В том числе и почему, узная о болезни с 28 ноября, работники школы не уведомили родительский комитет и все в это время не предлагали пройти обследование, а сделали это только после того, как одесские СМИ заинтересовались проблемой в фонтанской школе. Максим Шпат, Андрей Лысенко. Новая Одесса. И далее к другим темам. Перекресток улиц Марсельская и Ростовская в Суворовском районе Одессы – оживленное и людное место. Здесь с обеих сторон проезжей части располагаются школы и детские сады. Кроме того, рядом стоянка автомобилей. Одним пешеходным переходом на этом перекрестке не обойтись, говорят жители района. Необходимость установки светофора на улице Марсельская и угла Ростовской проверяли и наши корреспонденты. Переходя улицу Марсельскую по пешеходному переходу, упираешься в зеленую зону, которая в плохую погоду превращается в болото. Здесь тротуара нет и приходится переходить по проезжей части. Так каждый день в школу идут школьники. Оживленно движется транспорт. Автомобили ежеминутно выезжают со стоянки. Родители и дети переходят в проезжую часть по дороге в школы и детские садики. Такова ежедневная ситуация, которую можно наблюдать на перекрестке Марсельской и Ростовской улиц в утренние и вечерние часы. Доходит до того, что родители, которые дети ходят в школу, приходят и лично переводят своих детей, потому что перекресток очень опасный. Мы просим даже установить светофор, который более-менее упорядочит, обезопасит наше передвижение на этом перекрестке. Машины не могут разъехаться, друг за друга не видят, там идет ребенок или что. Буквально несколько дней назад в этом месте погибла женщина вместе с собакой. Местные власти на многочисленные обращения и просьбы жителей Суворовского района установить светофор в опасном месте реагировать не спешат. Очевидно, дожидаются, когда тут случится беда. За помощью люди вынуждены были обратиться к депутату Верховной Рады Украины Лесе Арабец. Я даже не буду ждать официального обращения этого человека, то есть мне как устной просьбы достаточно. Я напишу мэру города Костусева, потребуя объяснений, почему не ответили на предыдущие обращения граждан и потребую установления здесь светофора. Для решения локальной проблемы потребовались усилия депутата Верховной Рады. Похоже, только таким вмешательством можно заставить чиновников вовремя реагировать на проблемы жителей города. Светлана Пензова, Андрей Лысенко, Новая Одесса. И далее ОЧП. Очередной ночной пожар унес в жизни трех молодых людей в возрасте до 30 лет. Возгорание произошло в частном доме по улице Фонтанская дорога 55. На место вызова пожарные прибыли в течение 10 минут и за час погасили огонь, охвативший площадь в 30 квадратных метров. Однако обушевавшее прямо за дверью пламя не оставило шансов троим мужчинам. Спасти их не удалось. Молодые люди отравились продуктами горения. Личности погибших и причины возгорания устанавливаются. В 3.35 поступил виклик на пункт зв'язки частини про загорання будинку по адресу Фонтанская дорога 55. По прибуттю на місце виклику було виявлено, що загорання в приватному будинку на площі приблизно 40 метрів квадратних пожежа ліквідовано стволом Б. Але їхня допомога в цей момент не була потрібна. Очередное ЧП в очередном одесском дворике, где по улице Жуковского обрушился потолок. Чрезвычайное происшествие произошло больше недели назад, но коммунальщики до сих пор не приступили к восстановительным работам. Над головами жильцов продолжают зиять огромная дыра. Похоже, одесситам придется руководствоваться принципом спасения утопающих, дело рук самих утопающих. В ситуации разбирался Дмитрий Долматов. Жильцы дома на Жуковского 34 оказались между молотом и наковальней. Сверху рушится крыша. Снизу течет неисправная канализация. А недавно ко всем бедам добавилась еще одна – обвалился потолок в подъезде. К счастью, никто не пострадал. В общем, у нас ничего не делается. Получается, когда перед Новым годом упал потолок, вот тут вот была куча мусора. И обращались, вот ленточку прицепили, типа, аккуратно ходите, чтобы на голову не упало. Уцелевшая часть потолка продолжает находиться в аварийном состоянии. Никто из жильцов дома не знает, когда произойдет следующее обрушение. На помощь властей у жителей надежды мало. Говорят, что в который раз придется ремонтировать дом за свой счет. Мы уже подумываем, наверное, опять придется, как обычно. У нас же тут все за свой счет делают. Крыши, жильцы сами складываются, кто на третьем этаже. Я на первом живу, значит, мы о подвалах беспокоимся. Мастера ЖКС приехали только после вмешательства телевидения. До ремонта крыши руки коммунальщиков не дошли. Ограничились только уборкой мусора. В ЖКС Портофранковский, который обслуживает этот дом, с нами говорить отказались, ссылаясь на то, что жильцы еще не написали заявление. Давайте мы не будем говорить, они у нас ждут. Есть приемные дни, на которых я им реально сказал. Как только есть какое-то решение от них, мы возьмем этот вопрос сразу. То есть они закупают материал, мы производим работу. На дальнейшие вопросы сотрудник ЖКС отвечать отказался, а потом и вовсе выставил съемочную группу за дверь, забыв о правилах приличия. Убери камеру. Камеру убери. Подождите, вы это лжиосное лицо, вы находитесь здесь? Это лжиосное лицо. На каком основании вы скрыто меня снимаете? Не скрыто. Я сейчас могу... Печально, но факт. Чаще всего именно так наши коммунальщики предпочитают решать проблемы. Жильцам дома остается либо ждать и надеяться, что на них наконец-то обратят внимание, либо искать выход из ситуации самостоятельно. В этом в очередной раз убедился Дмитрий Долматов, Сергей Самойлов, Новая Одесса. Вы смотрите новости. Мы продолжаем подводить информационный итог среды. Целый сквер, расположенный на улице Генуэзская у гостиницы Аркадий, в буквальном смысле слова был обезглавлен. Резонансное событие вызвало понятное возмущение горожан и обратило на себя внимание ряда одесских средств массовой информации. Выживут ли деревья после варварской обрезки крон и у кого поднялась пила на зеленое убранство города, выяснял Вадим Шпаченко. Лишь взглянув на то, что осталось от деревьев, высаженных некогда напротив гостиницы Аркадия, специалисты констатируют, деревья подрезаны непрофессиональным и варварским способом. Теперь растения, или точнее то, что от них осталось, обречено на гибель. Вот это на самом деле не омолажение, а это настоящее уничтожение зеленых насаждений. По большому счету, после вот такого вот топинга, после такого вот обрезки, которая происходит у нас достаточно часто по городу, минимум 50% деревьев гибнет. Это минимум. Обычно вот средний процент погибших деревьев от 50 до 70%. Специалисты, единые во мнении, 78 листьевых деревьев, которые лишились своих крон, эту зиму вряд ли переживут. А тем временем одесситы предполагают, почему деревья были обезглавлены. Одесситы, наученные горьким опытом предыдущих лет, в то, что радикальная обрезка сделана с благой целью, также не верят. Скорее всего, говорят они, сквер уничтожается с целью захвата лакомого кусочка земли. Причем происходит это не без молчаливого согласия городской власти. Наверняка имеются какие-то свои цели, о которых мне, к сожалению, неизвестно. Получить прибыль и все. Значит, тут поставятся скамейки, тут поставятся бары, тут поставятся забегаловки. У нас страна, все только миллионеров, которые стараются только для себя. И все. Поэтому и они все готовы под свой карман все подбить. Поэтому и везде все продается, и везде они всегда боссы. Я вам хочу сказать, ничего без городской власти никогда не делается. Потому что я не думаю, что люди просто вышли бы и это все обрезали. В Новой Одессе пока не удалось выйти на информационный контакт ни с администрацией гостиницы «Аркадия», в которой, к слову, ведутся активные ремонтные работы, ни с представителями коммунального предприятия «Горзелентрест». Однако управление информацией Одесского городского совета выступило с заявлением через официальный сайт города. Комиссия по сносу зеленых насаждений и разрешение на обрезку и спил деревьев на улице Генуэзской в районе гостиницы «Аркадия» комплекса «Зимний» никому не давала. Коммунальное предприятие «Горзелентрест» подготовило заявление в милицию, прокуратуру и областную экологическую инспекцию по факту незаконной подрезки и спилу деревьев в городе Одессе. Дерибасовская визитная карточка Одессы более 20 лет является пешеходной зоной. Долгое время проезду транспорта на улицу со стороны Екатерининской преграждал пост патрульной службы. Однако на прошлой неделе его сняли, и горожане наблюдали припаркованные машины вдоль всей главной улицы города. Будет ли Дерибасовская открытой для проезда автомобилей или по-прежнему останется пешеходной зоной, выясняла Светлана Пенсова. Я видела, что здесь парковались машины буквально неделю назад. И как бы я уже была не очень этим довольна. Ну и даже сейчас, вот вы видите, стоят машины. Знак, запрещающий проезд на Дерибасовскую, зачастую не останавливает водителей. И они въезжают на улицу со стороны Красного переулка. С Екатерининской въезд преграждают камни и машина патрульной службы. На прошлой неделе последней здесь не наблюдалось. Бойцы подразделения внутренних войск на камеру говорить отказались. Однако рассказали, что действительно некоторое время пост с Дерибасовской был снят, а возобновил свою работу со вторника, 15 января. Мы стоим здесь два дня по указанию начальника УВД. Здесь знак стоит, въезд запрещен. Сюда заезжают на территорию люди, только те, которые имеют пропуска официальные, которые проживают здесь, прописанные в данных домах. А дальше кто будет стоять? Мы пока стоим. Дальше будет видно. Раиса Федоровна 50 лет живет в Одессе и помнит те времена, когда по Дерибасовской еще ходили троллейбусы. Она, как и большинство других горожан, выступает против того, чтобы транспорт свободно проезжал по центральной Одесской улице. Здесь сняли троллейбус. Так что сейчас будет? Машины есть. Здесь были провода, троллейбус ходил до конца Толстого. Хотела бы, чтобы не ездили. Чтобы не ездили. Зачем это ну? Какая коротенькая улица. Это единственная улица в нашем городе, которая встречает не только нас, жителей, но и приезжающих. И хотя бы здесь они могут обойтись без обхода машин, стоящих на тротуарах и вдоль проезжей части. Это пешеходная зона. Люди гуляют, смотрят на архитектуру, а тут машина. Потрясающе. Ну, буквально неделю назад говорят, что не было этой патрульной машины. Слышала, да, и парковка тут была. Ну, полностью убрать эти машины и дальше, что это некрасиво. Мешают ходить и гулять. И туристы, это же туристический центр. Присоединяются к одесситам, желающим видеть Дерибасовскую пешеходной улицей, а не парковкой для автомобилей. Светлана Пензова, Эдуард Шендурович, Новая Одесса. Ломать не строить. Видимо, таким принципом руководствовались одесские вандалы, когда громили детскую площадку в парке Ленинского комсомола. В этом районе у детей и так немного места для прогулок. Теперь и это вычеркнуто родителями из списка. Ведь итог беспредела хулиганам. Скамейки без спинок, горка без поручней. Кому может понадобиться детская площадка в таком состоянии? Где теперь жители района будут гулять с детьми, выяснял Дмитрий Долматов. Новая детская площадка не простояла в парке и года. Неизвестные вандалы сломали скамейки, покорежили мусорные урны и обезобразили игровую горку. Дети теперь обходят эту площадку стороной, а родители сетуют. Нужно новое место для отдыха. Эта площадка очень маленькая, да, хотелось бы больше. Из песочницы, чтобы было несколько горок. Хотелось бы лучше, да. Отсутствие детской площадки дополняет неприглядную картину парка. Кругом много мусора, разбитых бутылок и сухих веток. Родители хотят, чтобы их дети гуляли не только в чистом, но и в безопасном месте. Качели, горки, какие-то каталки должны быть расположены друг от друга как минимум где-то метр два. Дети, получается, если одни играются, спускаются с горки, другие хотят покататься на брусьях, друг друга задевают. Если хулиганы не будут найдены и привлечены к ответственности, то восстановление детской площадки ляжет на плечи коммунального предприятия парки Одессы. Но пока отдыхающим парк Ленинского комсомола приходится довольствоваться тем, что еще не разрушили. Дмитрий Далматов, Сергей Самойлов, Новая Одесса. От тюрьмы, от сумы не зарекайся, гласит народная мудрость. Ежегодно из мест лишения свободы в Одесской области освобождаются около двух тысяч от бывших наказания заключенных. Отдельный вопрос – адаптация тех, кто провел за решеткой годы к обычной жизни. Ведь никто не разбирается, за что было назначено наказание. И нередко статус заключенный, пусть даже с приставкой «экс», приходится пронести через всю жизнь. Темой занималась Татьяна Леонова. В свои 32 года Владимир Дорошенко пережил многое. Подающий надежды спортсмен, ставший наркоманом с 13-летним стажем и приступивший закон. Сегодня мужчина – директор сети реабилитационных центров «Новая жизнь». После мест лишения свободы начать свою жизнь с нуля сложно. Но можно, уверен Владимир. Если человек силен духом, то он одержит победу над своей плотью, над своим телом, которому будет хотеться всегда. Хотеться на самом деле будет всегда. Наркотиков будет хотеться всегда. Искушения приходят в нашу жизнь всегда. Но устоишь ты или нет. Вот здесь все зависит от твоего духа. У каждого, который сюда приходит, действительно начинается новая жизнь. Потому что старая жизнь ни к чему хорошему не приводит. Действительно, каждый желающий может начать в реабилитационном центре новую жизнь. За неумышленное преступление пенсионерка Инна Ида Токарская провела в местах лишения свободы 7 лет. За хорошее поведение ее освободили досрочно, за полтора года до конца отбывания срока. Если бы не реабилитационный центр, женщине бы пришлось идти на улицу. Если бы не было этих центров, это люди бы, я не знаю вообще, где они бы были бы. Боя посуду, по-моему, убираем так. Я очень люблю рисовать. Он там на съемке тоже нарисовал. Освободившись, большинство заключенных находится в состоянии стресса. Беззащитные, никому не нужные, забывшие, что такое свобода. Люди не знают, как жить дальше. Но не стоит забывать, что для кого-то отбывание на зоне – начало конца, а для кого-то – толчок к лучшей жизни. У каждого есть выбор, уверены правоохранители. Дома-приюты, в которых находятся бывшие осужденные, где им дается, в первую очередь, психологическая поддержка. Во-вторую, заканчивается сбор тех документов, которые были утеряны и в ходе нахождения в местах лишения свободы не успели восстановиться. Ну и в то же самое время людям дается возможность на труд. На сегодняшний день в Украине работает 36 не государственных организаций, которые занимаются проблемами украинцев, освобожденных из мест лишения свободы. Если люди не сломлены, они должны бороться, говорят специалисты-психологи. К этим словам присоединяются Татьяна Леонова, Эдуард Шендерович, Андрей Лысенко, Новая Одесса. В 2012 году Верховная Рада приняла закон, запрещающий курить в общественных местах. Напомним, документ запрещает курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов в лифтах и таксофонах, в помещениях и на территории учреждений здравоохранения, учебных заведениях, на детских площадках, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружениях, в подъездах жилых домов, подземных переходах, общественном транспорте, в ресторанах, в помещениях объекта культурного назначения, в помещениях органов госвласти и местного самоуправления, а также на остановках общественного транспорта. Кроме того, запрещается курение табачных изделий, кроме специальных, отведенных для этого мест, в помещении предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в помещениях гостиниц и аналогичных мест размещения граждан, в общежитиях, в аэропортах и на вокзалах. Запрещается запрещать, как вы думаете, чему может быть посвящена акция с таким названием, как оказалось, запрету курения. Стартовала акция в 19 часов, там побывала наш корреспондент Инна Квасивка и сейчас ей слово. Добрый вечер, Ирина, мы находимся в арт-кафе ULA 85. Через несколько минут здесь состоится открытие художественной акции «Запрещается запрещать», посвященной запрету курения. В рамках этой акции зрителям Одессы, посетителям кафе и просто рядовым одесситам представлены арт-объекты, также фотографии. Рядом со мной организатор данного действия, в общем-то, мероприятия Ута Кильтер. Ута, скажите, почему решили, в общем-то, организовать такого плана мероприятия? Две поправки. Акцию нельзя открыть. Акция должна состояться. То есть придут художники, которые уже принесли работы, придут люди, как курильщики, так и те, которые ненавидят курение. Возможно, в результате акции курильщики откажутся от курения, но речь, ребята, идет не о курении. И сегодня мы отмечаем не один месяц и один день со дня запрета. Мы сегодня говорим о том, хватит, хватит запрещать. Учитесь с людьми, с гражданами Украины взаимодействовать. Ежели вам что-то не нравится, ищите компромиссы, пути взаимодействия с людьми. Да, я курила, но это и курю. Это мое приватное дело. Я хочу бросить курить. Помогите мне, помогите другим людям, помогите гражданам Украины, чтобы они понимали, чтобы наша жизнь улучшалась. Не просто сделать запрет, и все станет, как по мгновению палочки, прекрасным. Насколько я знаю, в создании арт-объектов принимали участие в том числе и вы. Вот этот арт-объект, созданный вами? Да, и он называется «Пачка президента». Как вы думаете, похоже на пачку президента? А там еще в ответ создали работу сенатор. Взяли сигареты, сенатор. И сенатор. Выстроили сенатора, да. Здесь еще находится работа, где полюция, воспроизведена полюция. И вот еще работы, да. И насколько я знаю, в общем-то, эта экспозиция, которая сегодня представлена в рамках акции, будет находиться здесь в течение пяти дней, да? Только пять дней, потому что это акция, да. И мы благодарны арт-кафе «Юла» за то, что вот они позволили выразить мнение приватных особ в нашем государстве, которые тоже же имеют право высказать свое мнение. Каким-то событиям, действиям или состоянию дел в нашей стране. Спасибо. Я думаю, что одесситы поддержат вашу акцию и придут для того, чтобы насладиться представленными... Не дай бог, если они будут наслаждаться, они должны прийти и понять, что мы им хотели сказать. А наслаждаются пусть в музеях. Но все-таки, я думаю, что им понравятся представленные вами арт-объекты, да? Да, потому что здесь участвуют солидные, серьезные художники, художники-тяжеловесы. Я горда этим, что здесь приняли участие художники-тяжеловесы и молодые, неизвестные. Это гордость того, что совмещать известных художников и молодых, начинающих, что они вместе могут сотрудничать, взаимодействовать. Спасибо. Вам спасибо. Студия. Это была наш корреспондент Инна Квасивко. Она участвовала в старте акции «Запрещается запрещать». А мы продолжаем. 32 года назад, в 1970 году, вышел последний альбом «Битлз. Пусть будет так». В том же году группа распалась. Музыканты занялись сольными проектами. 22 года назад, 8 декабря 1980 года, в Нью-Йорке своим поклонникам был застрелен Джон Леннон. 11 лет назад, 29 ноября 2001 года, в Лос-Анджелесе от онкологического заболевания скончался Джордж Харрисон. Два других участника группы «Битлз» – Пол Маккартни и Ринго Стар – продолжают творческую карьеру по сей день. Именно 16 января по инициативе ЮНЕСКО поклонники легендарной группы отмечают Всемирный день «Битлз». 16 января 1957 года в Ливерпуле состоялось открытие клуба «Каверн», где в свое время дебютировала группа. Именно этот день и был выполнен ЮНЕСКО для учреждения Всемирного дня «Битлз». В этом году дата отмечается 11-й раз. «Битлз» – самая знаменитая и успешная аэро-группа 20 века. В 2004 году журнал «Роллинг Стоун» назвал 500 лучших песен всех времен и народов, и больше всего в этом списке песен «Битлз-23». Во время гастролей в Америке «Битлз» дважды выступили в телепрограмме шоу Эдда Селивана, собрав рекордные в истории телевидения количества зрителей – 73 миллиона, это 40% населения США в того времени. Этот рекорд также до сих пор никем не побит. Среди почитателей таланта музыкантов упорно ходит легенда, что идея названия группы пришла к Джону Ленену во сне. Доказать или опровергнуть это уже невозможно. Но сам Ленен рассказывал «Я видел человека на пылающей пироге, который сказал «Пусть будет Битлз». Также не совсем верен перевод названия группы как «Жуки». В свое время Ленен просто изменил Е на А и получилось новое оригинальное слово, в корне которого явно угадывается бит – бит-музыка. Дебют группы на телевидении состоялся 41 год назад, в 1962 году, а в марте 1963-го группа выпустила альбом «Please, please me», положивший начало битломании, не отпускающей человечество до сих пор. Александр Дагеждин, Новая Одесса Такой была среда, но это еще не все на сегодня. Далее смотрите проект «День за 100 секунд» и узнаете, что еще произошло в мире после прогноз синоптиков и обзор прессы. А мы увидимся завтра. Приятного вечера. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» 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 За даними Центру погоди, у четвер 17 січня в Одесі очікується хмарна погода. У другій половині дня можливий дощ. Вітер західний помірний 2,4 метри на секунду. Атмосферний тиск нижчий за норму – 750 міліметрів втутного стовпа. Пологість повітря висока – 94%. Температура повітря вночі та в день – 5,7 градусів вище нуля. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»